Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать, Станем за трекою, столь кеметь меня встречать. Восторг! Восторг! Очень все нравится! Прям мурашки пошли, стоим, подпеваем. В этот вечер мурашки по коже бежали у всех гостей праздника. На берегу реки во Власихе с размахом прошел галоконцерт «Солдатский привал». Десятки творческих коллективов накануне Дня Великой Победы исполнили военные песни и перенесли зрителей в прошлое, в Победный 45-й. Зрители встречают очень хорошо, потому что праздник великий, День Победы. Это любимый праздник, наверное, самый мой главный праздник в жизни. Поэтому теплые встречи, подпевают. Этот конкурс, фестиваль, он говорит о том, что нужно знать военно-патриотическую музыку. И все дети, и все взрослые это понимают на сегодняшний день. А какая мелодика у тех солдатских песен, которые когда-то были написаны нашими великими композиторами. Они ведь вечные. Военно-патриотический фестиваль радует зрителей уже 17 лет подряд. В этом году он обрел межрегиональный статус. К нему присоединились коллективы заморской и омской областей. Помимо творческих выступлений, гостей праздника ждала гастрономическая программа. Любой желающий мог отведать в полевой кухне. На патриотическом празднике побывали депутаты городской думы. Почетным гостем стала председатель гордумы Галина Буевич. Она поздравила присутствующих с Днем Победы и пожелала мирного неба над головой. В фестивале объединил сегодня разный возраст и разный жанр. Мы видим, что это есть и пение связано с военной тематикой. Есть песни, которые в таком народном творчестве проходят. Очень большое количество участников. Но и недаром же говорят, что искусство, оно объединяет. Это как раз та сила, которая не дает разрушения. Самым трогательным моментом фестиваля стала акция «Свеча памяти». Организовал ее депутат городской думы Юрий Ряполов. Участники фестиваля зажгли лампадки и пустили их по реке на плоту. Сейчас мы делаем вот такие мероприятия ради двух вещей. Первое – сказать спасибо старшему поколению. А второе – чтобы для ребятишек, для школьников это было интересно. И чтобы они это запомнили. Я думаю, что вот именно участие в акции «Свеча памяти» надолго, наверное, будет запоминаться любому ребенку. Свечи будут гореть до самого утра. По обе стороны гости фестиваля жители Власихи смотрят на горящие лампадки и вспоминают погибших на полях сражения солдат. 27 миллионов человек. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.